Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня в нашей студии со своим особым мнением Николай Голиков, журналист, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Наш коллега, как известно, ведущий программу «Мужская пятница», «Ледневный разворот», «Голый, веселый» — всё это на нашем радиостанции. Добрый день, Николай. Добрый день, Владимир. Во-первых, хочу поздравить тебя с возвращением из отпуска. Рад, что ты вернулся. Во-вторых, я рад, что ты вернулся. Я рад, что ты вернулся. Во-вторых, конечно, прошу тебя несколько раз во время передачи мне напоминать всё-таки, кем я сегодня являюсь, а то по привычке я начну задавать и сам вопросы. Как-то мне с тобой более привычно находиться в «Мужской пятнице» или шутить начну, как в «Голый, веселый». Поэтому иногда напоминаю. Ты у особого мнения, Николай, твоё слово. Особое мнение Николая Голикову напомню. На сайте нашей радиостанции «Хакирова.ру» есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, вы заранее можете узнать, зайдя на сайт, кто будет гостем особого мнения и задать им соответствующий вопрос. Ну, кстати, полтора недели отсутствовал я в городе, выполнен, что называется, из информационного пространства. Николай, как человек, как профессионал, что произошло за последние дни? Я вот честно скажу, что вот чего-то такого, ради чего, например, стоило бы прервать отпуск и обязательно выйти в эфир, за это время, безусловно, не случилось. Ну, понятное дело, август, время всегда ленивое, время отпусков. Мы вот когда с тобой сегодня говорили перед эфиром, да, вот говорили о каких-то новостях, всё прочее. Знаешь, вот честно говоря, такое ощущение, что мы как бы какие-то, не знаю, может, вчерашние новости перебираем, может, какие-то несущественные, может, какие-нибудь ещё. Вот понимаешь, вот смотришь, да, вот что-то вообще-то происходит. А вот я шёл на эфир, узнал, что сегодня с 8 утра весь город Кирс остался без воды. Это, кстати, новость нет ни на одном информсайте. Да, кстати, да, я с вами прошу вас. Весь город Кирс остался без воды, там сгорели два насоса, резервных насосов нет. Чтобы привести всё в порядок, надо срочно покупать эти два насоса. Денег, скорее всего, на это тоже нет, как обычно. Вот, там уже налаживают водовоз и всё прочее. То есть, понимаешь, вот какие-то события-то, они происходят, они, в принципе, достаточно серьёзные и важные. И когда думаешь о том, что сейчас, например, там, ну, целый город, 10 тысяч населения почти там. То есть, это вовсе не местечковое событие? Нет, 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 то есть, ну, кроме частного сектора, кроме частного сектора, где свои колодцы и прочее, все, кто снабжаются централизованной системой, они все без воды. То есть, это просто высох город. Вот. И, кажется, вот мы, вот те темы, которые я с тобой обсуждали, немножко такими, кажется, кому это нужно? Вот у ребят проблемы реальные, жизненные, да? Но, с другой стороны, как мы можем помочь? А мы ничем не можем помочь, вот, скажем, и сейчас мы будем говорить о каких-то там, о головных делах, чем-то, чем-то ещё. Вот. Ну, не знаю, но, может быть, поговорить о чём-то, вот, чтобы сделалось как-то так, чтобы не было таких ситуаций. Ну, что такое? Огромный город, два насоса и нет резервных. Это что? Но если вспоминать о том, в каком состоянии находятся коммунальные системы, я не думаю, подземные... Когда это касается одного, одного-двух домов, да, это ещё как-то понятно. И всё-таки, скажем, брать город Киров, где такие вопросы решаются легче, на каждом углу там киоск стоит, который только и рад, чтобы тебе воду продать, да, там тут же всё организуют, всё сделают. Вот. В Кирсе с этим, конечно, сложнее. И вятки такой полноводные там нет, ну, что такое? Чё с ним? Так, ручеёк. Ну, мы переживаем и сочувствуем. В любом случае, да, я могу только сказать, что я искренне сочувствую. Надеемся на все специальные услуги, что они восстанавливают. Надеюсь, что всё будет предпринято и восстановится водоснабжение. Ну, вот я посмотрел то, что происходило, да, то, что... За время твоего отсутствия, да. В информационном пространстве собрал несколько тем, интересные для меня уже составил, да, как это мнение, естественно, ваше мнение хочется выслушать. Вот как раз-таки про уголовное дело, да, уголовное дело в отношении к сглаву Департамента культуры Кировской области Павла Сырцева. Уголовное дело, напомню, по статье 289 Главного кодекса, это незаконное участие в предпринимательской деятельности. Так вот, это дело направлено в Октябрьский районный суд Кирова. Сообщается, что бывший чиновник признал свою вину полностью, активно содействовал следствию, хотя первоначально категорически отрицал свою вину. И было это всё совсем недавно, да, уголовное дело от возбуждения до суда, полтора месяца прошло. В общем-то, довольно-таки простое дело, как я понял, да, и обладая определенной такой, как сейчас говорят, инсайдерской информацией, да, я понимаю так, что там, ну как неопровержимые вещи, есть документы, да, точнее нет документов, которые должны быть, когда человек уходит на госслужбу и передаёт своё предприятие в доверительное управление. Кроме того, там отмечены факты, насколько мне известно, того, что он на самом деле принимал участие в управлении предприятием непосредственно. Это тоже, к сожалению, легко доказуемо, потому что предприятие, особенно если взять областную типографию, большое, и... Ну, а второе предприятие, это дизайн-экспресс? Да, дизайн-экспресс, это более такой, собственно, а предприятие, да, это большое типографию. Поэтому, как бы там, понимаешь, я еще раз говорю, я уже говорил на эту тему вся информация, которая была она была и год назад существовала и была мне доступна год назад просто не было какого-то, скажем так, посыла для того, чтобы она пошла в такое дело сейчас она появилась ну, что я могу сказать с моей точки зрения, да Павел Николаевич действовал полностью в соответствии со сложившимся в нашей власти образом поведения вот, только почему-то вот ему не повезло понимаешь, ему не повезло что-то где-то не так сложилось ему не повезло тут вспоминается, вот буквально на днях же еще дело в Амутнинске, да где задержан главный архитектор района вот, как бы по факту вымогательства взят понимаешь, там тоже все понятно когда общаешься с людьми, которые ведут бизнес в районах они же сразу говорят, понимаешь нам, чтобы, например, заняться поставить пилораму, надо просто 200 сразу отдать сразу просто отдать 200, а потом еще кучу отдать для того, чтобы просто это дело закрутилось вот, и там вот все на этом основано и если кто-то вот это правило нарушает в данном случае, скажем, там человек построил кофе, по-моему, он построил там дороги вот, за которые с него хотели бабки взять вот он решил как-то, у нас говорят, стукнуть, да в органы он стукнул в органы вот не повезло главному архитектору района вот, то же самое, я думаю, не повезло и Павлу Николаевичу потому что, как бы, в общем-то насколько я понимаю все люди, которые у нас находятся во власти они все имеют свой бюджет не повезло, не повезло, ну это так вот, по-человечески, да? да, чисто по-человечески, а что скрывается из-за невезения? вот, а ничего не скрывается в данном случае, просто я уже говорил об этом что есть определенная неаккуратность в ведении своих дел, да и ну что же делать, раз неаккуратность есть, придется за нее заплатить тем более, что я думаю, что дело такое, вообще статья такая она, как бы, довольно-таки редкая и, суд по всему, дело ограничится редкая в масштабах ну, вообще, в масштабах России она, довольно-таки редкая и потребляется хотя очень много информации о том что там такой-то чиновник имеет такой-то бизнес и так далее этой информации очень много но дело это очень редкое потому что ну, я еще раз говорю потому что это считается частью обычаев такого делооборота, сложившегося уже это нормально считается поэтому мало кто такие дела возбуждают здесь что-то не сработало я еще раз говорю Павлу Николаевичу не повезло я думаю, что дадут ему штраф там сколько там, максимум 300 запретятся занимать в последующем запретятся занимать но он, как бы я думаю, что не пропадет даже без государственных должностей да ведь суммы-то, вот эти вот которые идут они же Володь, они же смешные там на десятки тысяч идет речь вот об этих вот заказах для предприятий и так далее то есть это не миллиарды не миллионы это десятки тысяч вот так что я думаю ничего страшного не случится он это переживет бизнес сохранится и будет, думаю, равным на ваш взгляд признание вины осознанно для того, чтобы приговор был да, потому что на самом деле тут же вещь такая документальная с документами спорить трудно и да бессмысленно на самом деле и гораздо правильнее разумнее то есть просто на самом деле принять вину а сотрудничать с следствием там все указать точно помочь и получить соответственно поблажку плюс не забывая все-таки у него несовершеннолетние дети это тоже как бы смягчит наказание будет ли это ну не знаю своего рода сигналом для других находящихся во власти у которых похоже это будет сигналом для других находящихся во власти что если мало ли ты немножко неправильно оформил документы надо их оформить правильно или переоформить на кого-то из неродственников, или те фирмы, которые вот были твои, да, чтобы они с тобой уже не связывались. Потому что у нас есть вот такой термин, там, фирма, там, якобы принадлежащая такому-то. Все понимают, что на самом деле она ему принадлежит. Но так как вот все формально соблюдены, там всякие компании в цепочках включены, получается, что вроде он и ни при чем, да. Поэтому вот обходятся все, понимаешь, как бы, это уже езопов язык, это никуда не детство. Ведь у нас всегда понимают, когда говорят, что в Киров пришла очередная пермская фирма, все как бы по умолчанию понимают, чья она, да. Зачем говорить об этом, тем более это не доказуемо. А, кстати, у вас больше уважения, ну, не знаю, может быть, не уважения, а понимания, какого-то признания Павла Цирцева как чиновника или Павла Цирцева как бизнесмена? Понимаешь, я довольно-таки давно с Павлом Николаевичем знаком, и я просто знаю его как человека, да. Со всеми там плюсами, минусами, какие у нормального человека есть, и в том числе с некоторой безалаберностью, которая в данном случае оказалась для него, не было, говорит, роковой, да, тут ничего такого страшного не случится, вот. Поэтому как бы ничего меня, нигде ничего не удивило, не зацепило, просто единственное, даже скажу так, что, ну, я ведь повторюсь, ну не повезло, Павлу Николаевичу не повезло. Драка была честной, но парню не повезло. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» нашего коллеги. Следующая тема, которую тоже хочу затронуть, это официальная делегация Приложского федерального округа, которая направилась у нас в Китай. В составе этой делегации, как известно, оказался губернатор наш Никита Белых. Вот на круглом столе Волга-Янцы в городе Ченду Белых предложил китайским промышленникам, предпринимателям, то бишь совместными усилиями реализовывать проекты по производству мебели, фанеры, бумаги, развивать от тех технологий, связь, сельхозтехнику и тепличные комбинаты. Напомнил глава региона и о жилищном строительстве в нашей области, принять участие в котором могут и китайские компании. Вот на ваш взгляд, все это реализуемо, будет выгода, польза для нашего региона, либо это вот все пока здрасте, здрасте, ну вот можем ли, да, такой... Вообще вот в этой поездке, Никита Юрьевич, да? Да, я вижу в первую очередь некий такой, или не символический смысл. Ну вот ты как человек, который иногда пользуется интернетом, да, наверняка знаешь, что в дружеском кругу у нашего губернатора есть хорошее доброе прозвище Панда. Вот, а Родина Панда... Ну, человек, который, ну, с подачи которого, собственно, этот термин появился? Алексей Анатольевич. Я не уверен, что именно он, ну как бы это распространенная вещь вполне, да, может быть Навальный его так прозвал. Ну, доброе, хорошее прозвище Китай, как известно, Родина этих прекрасных животных. Так что я думаю, что вот это значение, что Никита Юрьевич просто обязан был поехать в Китай, да, не знаю, там, они говорят, 30 килограмм бамбука в день съедают, я не помню точно, не уверен, что Никита Юрьевич ел в Китае бамбук, вот. Но вот это мне понравилось, да, вот такая закольцованность сюжета. Что касается вот этих вещей, мы как раз здесь вот в твое отсутствие в студии обсуждали вот эти вопросы презентационные, вопросы выставочной какой-то деятельности вот этих презентаций, и сопровождалось это все еще чтением документов, в которых описано, как что-то должно происходить, и что как это добивается, мы поняли, что у нас по большому счету вся вот эта вот деятельность презентационная, она сама на себе и заканчивается. То есть, ну, делегация, поехала, красивая гостиница, хороший прием. То есть, цель как раз вот этого, презентация ради презентации. Да, и эффект обычно, ну, мы покроили здесь, сидели 4 человека в студии, все, пытались вспомнить. Что ж такого у нас случилось-то после нас, приездят много делегаций и в Европу, на выставки, да, на какие-то, и в посольствах что-то презентуют, и в соседних регионах, и в Нижнем, да, было, да. Да, мы как раз вспоминали вот рассказ, у нас же была гость, я помню, что насчет туризма говорили, которая ездила в Пермский край, вот, на выставку презентации, и у нас спросили эффект-то какой, она что сказала, вот такой, ровно ноль нарисовала нам, потому что тех людей, которые, ну, ее бы интересовали, там просто не было, и как-то мимо них это все прошло. И вообще вот люди, которые ездили в этом, в составе нашего авиатского посольства в Перм, то говорят, что вообще пермских по жизни-то было маловато. Там по разнарядке люди ходили, чиновники сидели, ну, положено еще, надо сходить посидеть и так далее. Вот, боюсь, что здесь будет примерно то же самое. Посмотри, вот, ведь с Китаем задружится Россия в последнем пытается очень активно. И даже, если не брать такой уровень, как наш региональный, брать уровень гораздо более высокий, да. То есть, мы уже сказали, наш новый стратегический партнер, мы-то сказали, Китай-то нет. Потому что ситуация за 50 лет, в которой я живу, кардинально изменилась. Если в свое время там русские с китайцем братья навек, я еще застал великую дружбу народа. Но там был перевод охлаждения? Он был чуть позже, он уже начался в 60-е годы. Я еще жил, когда у нас была дружба и китайские рубашки у всех мужчин, да. Вот. И тогда Китай был младшим братом огромного Советского Союза. Но китайцы так не считали? Нет, тогда они так считали. Это было нормально вполне, потому что они позже начали вот это развитие и все прочее. Советский Союз в том времени был довольно-таки крепкой, стоящей на ногах державой. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Китай-то огромный рынок, огромное производство, это огромная держава. Руководство Поднебесное прекрасно понимает все эти геополитические вещи. А Россия в данном случае выступает такой младшей сестренкой, из которой еще неизвестно, хочется ли им играть, хочется ли им с ней оставаться и водиться. Вот потому что, смотри, говорили где-то с год, да, куча совместных проектов, там, в такой сфере, в сякой сфере, в третьей сфере. Формально же пока, насколько я знаю, договоренность только об открытии табачного производства у нас. В Крыму. Да, в Крыму. То есть вот что нам не гоже тут китайцам, мы у вас разместим. Я думаю, что вот такой подход по отношению к нам, он немножко сохранится. У нас такая выгода китайцам у нас размещать производство. У нас дешевая рабочая сила нет, как у них. У нас такого трудолюбия у людей нет, как у них, понимаешь? Какие-то ресурсы, которых у них нет, я согласен, тот же лес, да, но гораздо ближе Сибирь к Китаю с ее неисчерпаемыми местными запасами, нежели, например, мы. И опять же, если заниматься лесом с целью его глубокой переработки и продажи на какие-то рынки, то нужны, конечно, безусловно, морские пути, потому что железная дорога – это дорого. Это очень дорого. У нас выхода к морю ни в какую сторону нет. Ни по рекам, ни как. То есть нет, нет, нет. Поэтому я не думаю, что в этом плане как-то Кировская область со своей ресурсной базой может заинтересовать. С точки зрения специалистов, о чем мы сейчас говорим, то я, честно говоря, сейчас вот уже не уверен, где их больше, этих специалистов. И кому, у кого стоит учиться, где находиться. Да, китайские студенты у нас учатся, это очень хорошо, я их вижу, мне всегда очень симпатичные. Мне вообще нравятся китайцы. Понимаешь, вот когда смотришь… Физически, да, физически, да, то есть я иду, я вижу, они вызывают добрые чувства. Да, и вот когда встречается наша делегация с китайцами, да, вот возникает ощущение, что все просто крайне счастливы и рады нас видеть, потому что китайцы они такие. У них так положено, они, понимаешь, у них воспитаны так, они всегда тебе рады, внешне, по крайней мере. И возникает иллюзия, что они, правда, очень рады были нас услышать, нас увидеть и прямо обязательно будут с нами сотрудничать. Но, к сожалению, иллюзия, вот так же точно и китайские студенты, они всегда смотрят на себя дружелюбно. Что они при этом думают, мы ж не знаем. То есть, тем более, думают, что по-китайски нам не понять. Наша делегация уехала, получается, из Китая, или фу? Я не думаю, что фу, может быть, что-то где-то произойдет, но это будут не эпохальные вещи. Да, вот мне там понравилась тема насчет инжинирингового центра, потому что, да, на самом деле, китайской техники в России много, и какие-то вот такие центры по обслуживанию техники, группирующие специалистов, они должны возникать. Ну, понимаешь, это не эпохальные события, это по уровню, например, так же, как, знаешь, там, центры компании Volkswagen, например, обслуживание, что-то еще. Это довольно-таки такие небольшие предприятия, довольно-таки обузенные, и это тоже никак не повлияет на наш бюджет. Ну, может быть, когда-нибудь... Это мое мнение, я говорю, я был бы рад ошибаться, я был бы рад, чтобы китайские люди сюда пришли и стали работать, потому что работать и не умеют. А вот строительство жилья, да, эта информация в этом году, начале этого года появилась? Ну, китайцы много работают на строительном рынке в России, довольно-таки много. Я, опять же, не знаю, чем их может интересовать строительный рынок Кировской области, он же у нас затаренный. Если посмотреть, да, вот, сколько квартир пустое в изданных домах, ну, либо не пустое, но уже перепродаются, то есть были изначально куплены, а сейчас с лиспадением цены уже зажат, не выгодно стало делать. Я не уверен, что им будет выгодно самим вкладываться в строительство на территории Кирова. Не уверен. А какого-то промышленного строительства, да, здесь не ведется у нас. Ну, что у нас на налег, строится там промпарки, ну, извини, там строят из профнастила, это не то, что делают китайцы, это смешно. Да ничего у нас не происходит в промпарках, мы о чем мы говорим. Ну, думаю, логично сейчас будет дальше продолжить тему этих пустующих площадей. На прошлой неделе в Управлении развития предпринимательства и потребительского рынка администрация Кирова заявила, что 40% площадей у нас торговых центров и ярмарок не востребованы, причем эта цифра будет расти, так как прослеживается тенденция к расторжению договоров аренды. Депутаты Гордумы ввели мораторию уже на рост арендных ставок, притормозить считают нужным. Ну, и кроме того, администрация поддержала идею депутата Гордума Алексея Кузьмина о проведении рекламной кампании по аренде и продаже муниципального имущества. Как известно, эта информация только на сайте городской администрации содержится. Где можно арендовать, где можно приобрести? Нет, ну, в принципе... Ваше видение развития ситуации? В принципе, ничего удивительного в этом нет, что торговых центров у нас мы видим, да, сколько, то, что они пустуют, потому что при такой плотности именно торговых центров, которых, по-моему, больше, чем раньше было ларьков, вот что я скажу. По-моему, стало уже больше. Или хотя бы примерно... Или примерно поровну, да. То есть есть очень много торговых центров, я просто не буду их называть, чтобы не подумали, что я какую-то антирекламу веду, где просто никого нет, кроме продавцов. Туда заходишь, и такое ощущение, что они тут не работают просто, потому что никого нет, людей нет. То есть покупателей стало меньше, чем продавцов, потому что торговых центров стало больше, чем тех товаров и услуг, которые можно продать на данном месте. Соответственно, они начинают пустовать, потому что тратят деньги на аренду помещения, где ничего не продается, никому не выгодно. А ведь тема всплывала не случайно, эта тема всплывает не просто так. Тема всплывала в связи с ликвидацией рынка на Комсомольской площади, который, в отличие от этих многих торговых центров, очень активно работал, там всегда было очень много покупателей, очень активно шла торговля. И речь шла о том, что, ребят, вы отсюда уходите, а место вон сколько, идите, работайте в торговых центрах. Ну, представь, Володь, вот ты сидишь на намоленном месте с постоянным покупателем, с многими, с которыми здороваешься там по имени-отчеству, да, и потом тебя сажают в такой центр, где там с сгоревшей вывеской, где одна баку горит, где два покупателя в день бывают. Ты за это еще платить должен, как бы низкая эта плата не была, ты еще за это платить должен. Плюс к тому, ты должен там сделать все эти витрины, там рекламу, все прочее, прочее. Тебе это надо, мне это не надо. Поэтому я не думаю, что... То есть, ты на тебе прямо таки так ломанутся, потому что смысла в этом немного. Понимаешь, это вот как с теми вот... с тропинками, да, вот, которые надо делать там, где ходят люди. Точно так же с торговлей. Не надо торговцев убирать туда, где не ходят покупатели. Они должны располагаться там, где удобно покупателям. На Комсомольской это было удобно. В торговых центрах, где пустую площадь, это неудобно, поэтому они там пустую. Ну, там же еще часто речь идет о внешнем виде этих торговых площадей. Вот, вы знаете, это иллюзия, это иллюзия, вот, они все вот что-то ходят и говорят про какую-то цивилизованную торговлю, знаешь, такое ощущение, что они как будто, знаешь, вот по ней отпуск прямо все проводят в Кирове, да. Они прекрасно знают, как устроена уличная торговля в других городах, в Европе, в той же Турции, уж не говорю про Индию, там вообще ничего попало, да. Никогда не бери то, что в Индии, типа, подают левой рукой, потом расскажу почему. Вот, то есть это все, это нормально, это считается нормальным, это привлекает туристов, вот именно это не цивилизованная дикая рыночная торговля. Эта дикая рыночная торговля нас спасла в 90-е годы, понимаешь? А вот это все, это делается, это все лукавство, на самом деле делается не для того, чтобы была цивилизованная торговля, а для того, чтобы брать последних конкурентов. У своих фирм. Только для этого. Это налицо. То же самое с Комсомольской площадью. Ну, несмотря на тяжелые кризисные времена, стоим, слышим, читаем, видим о том, что у нас новые торговые центры, да, будут появляться, гипер-супер-самый большой, там, наклевываются, лукавы. У нас они строятся каждый день, строятся, но если люди считают, что это нормально, понимаешь, опять же, если взять, вот ты говоришь, мегастройство, если сделан грамотный торговый центр, неважно, где он расположен, сам знаю, что большие торговые центры очень часто располагаются за городом и совершенно не мешают, он прекрасно работает. Посмотреть на реально хорошие торговые центры, там, опять же, не буду называть его, мы понимаем, о чем, с хорошо оборудованными стояночками, там, знаешь. Потому что то, что у нас строят в центре города, сейчас я никак не могу понять, такой огромный торговый центр, где будут стоять мышонки. Вот я хожу вокруг, хожу. В филармонии? Вот. Поэтому, когда, вот, это все, вот эти все торговые центры, они не знают, честно говоря, зачем их строят, но раз строят, значит, у них какая-то выгода есть. Она не связана с торговлей, я стопудовую, уверен. Вот. Потому что, на самом деле, хорошие торговые большие центры строят за пределами, там, густоноселенного района, и они от этого совершенно не строятся. Если там есть хорошая стоянка, если там есть хороший якорный арендатор, да, условно говоря, тогда на самом деле предлагают для качественного товара, то туда люди пойдут, независимо от расстояния. Вот. Тем более, что, собственно говоря, с лепедацией оляков, собственно говоря, куда еще ходить-то? Только вот разоград. Ну, а если представить ситуацию, что 40%, да, по официальным данным, будет 50%, будет 60%, 70%, это реально? Может, будет и 70%, но, понимаешь, меня же это не тревожит. Это же бизнес. Это бизнес. Любой бизнес должен понимать, что это есть риски. Раз вы организовали, вы и выживаете. Да, то это ваши риски, и, значит, вы что-то неправильно рассчитали. Вот. Какие-то действия муниципальной власти по рекламе торговых площадей, мне кажется, весьма странными, потому что это вообще-то коммерческая деятельность, и муниципалитет здесь ни при чем. А рекламе своих муниципальных площадей, я согласен. Да, это понятно, потому что муниципалитет. Ну, опять же, вот, я просто на своем опыте скажу, что, да, там, 3 или 4 года назад, там, меня с резакцией особой газеты выселились в помещение, потому что не договорились с владельцем помещения о продаже его по этому закону о малой приватизации, и сказали, все, будем сдавать его в аренду. Валите все отсюда. Мы свалили оттуда. Прошло уже 3 или уже 4 года, дай бог не припутать, помещение пустое. Там поменяли двери. Они платят до сих пор за, там, отопление, за коммуналку, за все. Оно пустое. Зачем было выгонять людей, которые приносили живые деньги? Может, не такие большие, но приносили. 4 года они платят просто за пустое помещение. И таких помещений, я совершенно точно знаю, даже в округе там несколько. Это очень большое помещение. Поэтому, как бы, мне опять же их не жаль. Сами дураки, ну, зачем так-то делать? Ну, а мы сейчас давайте прижмемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Пару минут, и мы вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Еще вот какую тему хотел бы затронуть. Правительство Кировской области собирается поощрить рублем те муниципалитеты, которые будут эффективно заниматься легализацией зарплат на предприятиях, выводом из тени доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, сокращать долги по налогам, увеличивать поступление акцизов, заниматься постановкой на налоговый учет недвижимости граждан, включая земельные участки. Если муниципалитеты будут действительно эффективно этим заниматься, то они получат дополнительную поддержку, максимальная поддержка денежная составит 40 миллионов рублей. На один район? На один муниципалитет вроде как. На один муниципалитет, да. На муниципалитет. Вот в правильном направлении движется наша власть. Нет, идея сам по себе здравая, да, то есть надо же каким-то образом находить вещи, за которые можно район поощрять, раз нельзя просто так дать им денег. Понимаешь? То есть надо устраивать какие-то вещи. Кто лучше всех меня похвалит, тот получит там 10 миллионов, кто там еще, тот получит 20. Смотри, в чем фишка там. Вот эта легализация серых зарплат, борьба с серыми зарплатами, зарплатами в конвертах, она у нас идет, вот наверно уже лет 25, она все идет, 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 идет. Она все время была, все время есть, все борются. Как только рухом союз? Да, буквально сразу. И с рыночной экономикой? Проблема-то ведь не в том, что какие-то злые люди, злой предприниматель для того, чтобы насолить районному бюджету, специально платить зарплату в конвертах. Нет, дело-то ведь не в этом. Дело в том, что мотивации, чтобы платить нормальную зарплату, нет у предпринимателя. И у того, кто получает зарплату, нет мотивации требовать чистую зарплату. Потому что что они говорят? Какой главный аргумент, да, чтобы вы требовали зарплату по закону? У вас пенсия будет маленькая. Да, чтобы пенсия у вас была хорошая. То есть, если ты можешь получать зарплату в конвертах, у тебя пенсия будет маленькая, 9 тысяч. А если ты можешь получать без конверта, то будет большая, 10. Офигенная мотивация, Володь. Слушай, а люди живут сегодня, они живут, они еще не в первую очередь, мало кто знает, как, что будет с нашей пенсионной системой через год, а тут еще многим по 30, по 40 лет людям, они живут сейчас. Им, честно говоря, вот эта разница в 9 тысяч, которую ты будешь получать через 40 лет или 10, она незначительная. Если пенсии были, условно говоря, если ты работаешь честно, ты получишь 100, а вот если ты будешь работать леваком, получишь 20, тогда бы еще человек задумался. А что на 9 не проживает, что на 10 не проживает, что об этом и думать-то? То есть мотивации у человека в том виде, как она преподносится, никакой нет. Что касается предпринимателя, понимаешь, опять же, он бы, может, и рад платить человеку достойную плату и все положенные с этой налогией отчисления. Но опять же вспомним, да, что в каких он условиях работает. Сюда 200 отдай за то, чтобы получить там кусок леса, сюда отдай, чтобы избушку построить, станок поставить, сюда отдай то, сюда отдай все, сюда отдай все. Ему где эти бабки брать-то? Понимаешь? Само производство приносит вот такую-то определенную сумму. Из этой суммы, если учесть то, что он платит за чиновников, то, что он платит за электроэнергию, да, при наших безумных ценах, то, что он платит там за холодную воду при наших безумных ценах, вот. Он и рад бы платить честную зарплату, и рад бы просто всех золотыми своих работников сделать. Он вынужден экономить. А на чем ему экономить? Он не может сэкономить на плате за электроэнергию. Не имеет он такой возможности. А здесь он имеет такую возможность. Он может человека устроить на минимальную зарплату. Это не нарушение закона. Как с этим бороться? Я не знаю. У нас есть закон, согласно которому есть минимальная заработная плата. Он может человеку устроить на полставки, платить ему половину минимальную заработную плату. И в этом тоже нет нарушения закона. И как с этим бороться? В законном поле я не знаю. Все по закону. Кстати, у коммунистов так давно была идея вообще отменить эту минималку, а установить заработную плату по дню. Ежедневную заработную плату обязательно. Понимаешь, хоть так установи, хоть так установи. Дело в том, что если человек работает не день, а один час в день, то ему, соответственно, надо платить за один час. А как иначе? Все, зарплата должна быть справедливой. Поэтому, понимаешь, законных способов заставить людям платить 25 тысяч, а не 7, а остальные сверху в конверте нет. Тем более, что человек, если он официально устроен, получает 25, вычтит налоги и еще сообразит, сколько он за тебя заплатит этих износов. А так он те же самые 25 получит, предприниматель будет доволен. То есть он официально уплатит 3, сверху положит 22, но вот они чистенькие, 22 лежат. А когда это будет пенсия, еще совсем неизвестно. Поэтому заманчиво 40 миллионов на рынок получить. Но как этого достичь физически, я, честно говоря, не вижу пока никакого выхода. Потому что если не создать нормальные условия для работы предпринимателей, они будут такими сохраняться, если они будут обложены вот этой нездой со всех сторон, если они будут обложены тарифами со всех сторон, то им не останется торгового выхода. Или сворачивать бизнес, или по-прежнему платить лево-ком. Это интересно, если муниципалитеты не будут справляться с этой задачей, у них что, забирать деньги будут какие-то? У них забирать деньги не будут, но, так сказать, дело в том, что их и так не дают, и так не дают. Мне интересно, очень понравилось, недавно чипчане, по-моему, на одном из сайтов, публиковали такой кусочек беседы нового нашего министра образования, вот Измайлова Александра, там участвовали нескольких глав районов, вот говорили о ремонте школ. И ребята-то говорят, нам надо школу сдать 1 сентября, то есть через 2 недели. А денег-то из области ведь не поступило. Школу-то сдавайте, а денег нет. И вроде там говорит глава-то района один, так мы ведь каждую неделю звоним в область и говорим, ну а вы отвечаете, что вот да-да-да, вопрос будет решаться, вопрос будет решаться. Когда он будет решаться, осталось 2 недели. На что глава департамента, точнее министра уже отвечает. Ну а что переживаете? Вот в августе соберутся депутаты, вот я вообще сел, думаю, где они в августе, они на каникулах наш депутат. Примут изменения в бюджет, да, у них каникулы. Примут изменения в бюджет, и тогда, может быть, вы деньги получите. Понимаешь? То же самое с вот этими дотациями районов. Они так не получают. 40 миллионов это, конечно, хорошо, но эти, мы должны ставить перед собой только реальные цели, да? Так ведь? То есть, ну, может быть, попробовать на каком-то... Понимаешь, есть еще другие поощрения. Кстати, поощряют районы за то, например, что они активно повышают долю проданной водки и пива местного производства. Ты в курсе, да? Ты в курсе, что у нас сейчас главы районов, главы администрации районов выступают активными такими рекламщиками? Они активно рекламируют водку и пиво. Это когда у нас везде идет антиалкогольная кампания. А им делать нечего, потому что вот здесь-то они скорее быстрее получат эти бонусные миллионы, чем на борьбе с теневыми зарплатами. Есть какие-то другие способы, где можно получить для района добавку, более реальные. А решить, понимаешь, вопрос теневых зарплат, это вопрос не местного значения. Это вопрос, с которым борются по всей России, он есть везде. От Владивостока до Калининграда. И решить его в районе, скажем, Белохолуницкого муниципального района невозможно. Потому что проблема эта, она не связана с тем, что там живут плохие люди. Она связана с тем, что у нас так устроен бизнес в стране. В последнее время, ну не только в последнее время, да, но уже говорим о всевозможной реструктуризации, реформировании, переформатировании работы. Вот с некой долей удивления прочитал о том, что вся эта деятельность дошла и до ЗАГСов. Реформа ЗАГСов в областном центре планируется. По словам министра юстиции Кировской области Романа Береснева, все городские ЗАГСы планируются сделать специализированными. Одни будут, к примеру, регистрировать рождение детей, другие – отцовство. Ну там еще и смерть еще есть и так далее. Супружеские отношения можно будет оформить только во дворце бракосочетания. По мнению Береснева, неудобства для кировчан это не вызовет, так как город у нас небольшой. Все ЗАГСы, как он сказал, в близкой пешей доступности находятся. Но надо сказать, что нововядский ЗАГС, это не коснется его. Он не находится в близкой пешей доступности. Многофункциональным он останется. И вот несмотря на все эти процедуры, сокращение работников ЗАГСов не планируется. Понимаешь, что в таких случаях говорила моя бабушка, например? Она говорила очень... Сензорная? Я что? Бабушка у меня говорила только сензорная. Она говорила, когда коту делать нечего, он яйца лижен. Вот такое ощущение, что делать нашему коту нечего. Понять, почему это делать можно ведь, да? Ну, то есть удобно, когда здесь все в одну кучку. Здесь бумаги лежат, здесь в другую. Но ведь сейчас ведь у нас время не бумажное, время электронное. И провести несколько разных операций, потом просто рассовать их по разным позициям в компьютере, это дело одной секунды. И все это будет в нужной базе, находиться там, где нужно или как угодно. Поэтому я думаю, что это вот такая реформа ради реформы. Может быть, она создаст определенную удобство с точки зрения архивации и хранения документации. Все-таки специализированный, скажем, поиск, условно говоря, каких-то бумаг. Но вот я как бы обращался в один из ЗАГСов, да, вот у меня была потребность получить бумагу. Там все еще он делается через компьютер. То есть, ну, ты в компьютере, там находит человек уже место, где твоя бумага находится, и говорит тебе, где они находятся, и куда тебе идти. Собственно говоря, поэтому... А насчет пешей шаговой доступности, ну, тут только можно улыбнуться, потому что суть по тому, как у нас... Ну, давайте представим, ну, Дворец Базисочинения, он от нас недалеко. Октябрьский ЗАГС недалеко. А дальше... Ленинский как-то далековато уже, да? Это пешей доступности, судя по тому, как ездят по Кирову машины, два квартала с правительственными номерами, у них пешей доступности как бы не предусматривается. Они все ездят на машинах, да, поэтому, может быть, они так и считают. Вот, хотя я думаю, что... Ну, на самом деле, это не так и далеко, но это довольно-таки неудобно. Потому что, опять же, зачем реформировать то, что хорошо работает? По ЗАГСу, мне кажется, вот та система, которая была создана еще там в советское время, была очень хорошо проработана. И с точки зрения услуг, оказания услуг, с точки зрения архивации и прочего. Зачем это менять, я не знаю. Может быть, из Москвы вели, или мы же не знаем, с чего-то вдруг. Но я не вижу никакого немалейшего смысла, кроме неудобств для людей, потому что раньше, ну вот, ЗАГС зашел и сделал то, что тебе нужно. Вот. Удобно. Ну, это как в магазин, зашел и купил все, что тебе нужно. Удобно, когда все, что тебе нужно, ты можешь купить рядом, в шаговой доступности, а не ехать куда-то в какой-то супермаркет. Вот. Поэтому, как бы, я, честно говоря, вот я думал, я видел новость, я так поулыбался немножко. Во-вторых, смотри, ведь, если уже говорить о специализации ЗАГСов, вот понимаешь, Бог аналавянский-то ведь не специализирует. То есть, ну, получается, ЗАГСы будут работать по-прежнему. А зачем тогда реформировать остальные, если все равно четверть, ну, условно говоря, четвертый район у нас в Кировске будет работать по-прежнему. Если уж реформировать, то все. Если уж реформировать, то везде. Да. С другой стороны, опять же, вот у нас Кировская область, город Киров заканчивается, начинается район. Там-то как? Ну, обычно на район у нас один ЗАГС. Так в том-то и дело. То есть, у нас получается так, что реформируют на самом деле только три ЗАГСа в Кирове. Все остальные работают по-прежнему. Тогда в чем смысл теперь трубацы? Зачем огород-то огородить? То есть, с точки зрения даже вот этого документа оборота, да, вот этого бумажного, все теряет всякий смысл. Потому что мы живем, мигрируем, находимся там, там, здесь, здесь, оставляем здесь свои следы. И раз это все равно не будет все в один ящик уложен, да, то в чем смысл менять вот эти три ЗАГСа? Мне кажется, это как раз моя бабушка говорила про этот случай. Про Кота и про ЗАГС. У нас остается немного времени. И я хотел бы закончить уже, заканчивать передачу темы санкционных продуктов. А, ну да, весело эти. 6 августа, как известно, исполнился ровно год с момента введения в Россию запрета на иностранные продукты, на список их обширен, на этих продуктов. И вот 6 августа правительство России поручило федеральной таможенной службе Роспотребнадзора, Россельхознадзора уничтожать санкционные продукты. Сегодня известия как раз таки написали о том, что за последние дни уже 450 тонн уничтожили. Уничтожают сыры, как я почитал, раскатывают катками, потом закапывают, либо сжигают где-то. Уничтожают томаты, уничтожают польскую свинину и так далее. Вот как такое явление? Ну, как тебе сказать? Во-первых, насколько я помню, контрабандный товар вообще-то уничтожался и раньше. А в той ситуации, которая сложилась, вы просто заменили слово. Конечно, на самом деле это не санкционные товары, это контрабандные товары. То есть товары, которые вносятся незаконно против закона существующего. Поэтому если убрать вот это слово санкционный и написать контрабандный, то, в общем-то, события не будет. Контрабанда должна уничтожаться. Это нарушение законов государства, которое действует в данный момент. А то, что вкинули вот эту новость со словом санкционный, да, конечно, это вызвало очередной спец веселости. То есть там стали появляться разные предложения, как это лучше уничтожать. Даже там мэр Лужсков, бывший мэр Москвы, выставил все что-то из этих. Электричество добывают, их не надо уничтожать, их надо сбраживать, чтобы газ из них, метан шел, крутил трубимые и так далее. То есть дали людям повеселиться немножко, отпустить душ. А на самом деле ничего же не изменилось. Контрабанда должна быть уничтожена. А вот коммунисты в Государственной Думе вот что по этому поводу сказали. По мнению одного из депутатов-коммунистов, продукты должны быть использованы для нуждающихся. Вот те, которые, например, просрочены их уничтожать, а те, которые еще хорошие, их раздавать малоимущим. И тем, у кого нет денег на полноценную еду. По мнению вот этого депутата-коммуниста, а бог его фамилия, продукты должны быть использованы для нуждающихся. А уничтожение еды для русского человека это грех. Можно, например, это все отправлять в Донецк или Луганск? Ну если понять, что ввозимая контрабандным способом продукция чаще всего возится с документами не совсем правильными, то установить, какая это просроченная, какая непросроченная, какая соответствует, какая не соответствует, невозможно. То есть ты, потому что не знаешь большие документы настоящие. Может, это сидит. Поэтому те люди, которые очень любят Донецкую и Луганскую республику и предлагают туда отправлять, они злую услугу оказывают этим людям. Потому что не факт, что там после этого не начнется массовое кишечное заболевание, даже если все документы будут правильные. То же самое еще и на неимущих. Люди неимущие, они, в принципе, к сырам французским не приучены, сам понимаешь, да? А во-вторых, к несвежим французским сырам еще до кучи. Как бы чего не вышло. Поэтому все-таки лучше, мне кажется, раз это контрабанда, ее нужно уничтожать, раз нельзя вывозить. А когда все изменится, к счастью, когда-нибудь это должно произойти, и эти сыры снова легальны будут в Россию, вот тогда те люди, которые хотят бедным помочь, вот вы покупаете сыры и раздаваете их бедным. Вы, кстати, что-то не припомню, на территории Кировской области ведь еще не было новостей, не вывозились? У нас очень небольшие объемы, нет, у нас есть что-то там, я не помню, читал, очень незначительные объемы, так сказать. Но я еще раз говорю, они и так, и так были бы уничтожены. Потому что это подлежит уничтожению. Завершается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Николая Голикова, журналиста, нашего коллеги, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Ну что ж, до новых встреч уже в рамках. До новых встреч, мы уже в пятницу встретимся. И, наконец-то, в гораздо более привычной атмосфере, когда ты не будешь меня спрашивать, мы оба будем кого-нибудь, о чем-нибудь. Договорились. До встречи, всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok